В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Заместитель губернатора намерен провести в нашем городе сход граждан. О чем с народом говорить будут? Всемирный день подтягиваний. Какой рекорд поставили кандалакшане? В Кандалакшском районе начался отопительный сезон в соответствии с постановлением главы администрации. Сегодня, начиная с ноля часов, в жилые дома, расположенные в нашем муниципалитете, стало поступать тепло. Постановление о начале отопительного сезона еще в середине прошлой недели было разослано во все теплоснабжающие организации, а также управляющие компании и товарищество собственников жилья. С сегодняшнего дня они приступили к работам по подключению жилого фонда к теплоносителю. Проблем, надеются в администрации, возникнуть не должно. Коммунальные службы сейчас работают в оперативном режиме. Сведения о подключенных к теплоносителю домах поступают в управление городским хозяйством. Все флаги в гости к нам. Кандалакшу посетит руководство области. 13 сентября в наш город с рабочим визитом прибудет заместитель губернатора области Евгений Никора. Он намерен провести сход граждан, ответить на все вопросы горожан, чьи квартиры переведены на электрообогрев. Встреча состоится в 19.00 в администрации. Также 13 сентября Кандалакшу с рабочим визитом посетит губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Глава региона намерена побывать на Кандалакшском алюминиевом заводе. Цель – осмотр объектов модернизации литейного отделения КАЗа. После глава региона намерена посетить площадку по строительству социального дома. В программе визита губернатора в наш город значится также встреча с местными предпринимателями. Промозглый дождливый понедельник наверняка запомнится жителям микрорайона Нева-3 ярким событием. Сегодня во Дворце культуры Металлург состоялось торжественное открытие библиотеки семейного чтения. Ровно два месяца понадобилось строителям на то, чтобы привести помещение в порядок. Сегодня библиотека семейного чтения распахнула свои двери навстречу первым посетителям. В таких случаях принято говорить события, которого так долго ждали. Действительно, работам по модернизации библиотеки номер два предшествовала долгая и кропотливая работа. Подготовка необходимой документации и самое главное – поиск средств. Они выделены из регионального бюджета. Финансирования хватило на то, чтобы капитально отремонтировать помещение библиотеки. Сегодня она распахнула свои двери навстречу первым посетителям. Теперь здесь все дышит новизной. Стены, пол, звуконепроницаемые двери. Их пришлось специально заказывать в Санкт-Петербурге. Теперь каждый из трех залов сможет работать автономно, а библиотекаре проводить одновременно сразу несколько мероприятий. Например, тематические встречи, курсы по повышению компьютерной грамотности для пожилых граждан, мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Возможности безграничны. И все это благодаря современному оборудованию, которое было приобретено на средства гранта от компании «РУСАУ». В рамках нашего проекта у нас приобретены съемные пандусы. Первый пандус для преодоления ступенек в ДК «Металлург». Вот эта приступочка в холле. И второй пандус с перекатной на всякий случай у нас приобретен в библиотеку. То есть, если ДК «Металлург» посетит лицо с ограниченными возможностями здоровья, то мы вполне готовы его принять. У нас будет оказываться ситуационная помощь. Вы видите, что проходы между стеллажами достаточно широкие. И инвалид сможет проехать в каждое помещение нашей библиотеки. Удобно, современно, красиво и уютно художники центральной библиотечной системы с дизайнерским азартом подошли к процессу модернизации библиотеки. Здесь все на месте и, как говорится, в тему. Получили новую технику и новую мебель, которые были предоставлены нам по гранту от объединенной компании «РУСАУ». И, соответственно, хотелось как-то оформить библиотеку по-новому, не так, как было раньше, что все стеллажи стоят по стенам, и читатели ходят вдоль стен, выбирая литературу. Вы, наверное, посмотрите, что все выставки, которые оформлены у нас, режим работы, объявления оформлены с авторским замыслом. Наши художники прекрасно оформили, считай, библиотеку. И оформление достойно новой мебели, новой техники и смотрится индивидуально, по-новому. Я думаю, что каждый, пришедший в библиотеку, будет рад увидеть, как это выглядит. Первые посетители уже сумели оценить, как преобразились залы библиотеки. Людмила Ивановна Алексеева здесь частый гость. Услугами учреждения пользуются более 20 лет. Раньше приходила сюда за книгами и журналами, да и так просто пообщаться. Теперь планирует овладеть азами компьютерной грамотности. Вот хочу. Вот такого не было, хочу даже. А сейчас, конечно, покажут девчонки, и я хоть немножко буду. Сегодня прозвучало немало поздравлений в адрес сотрудников библиотеки номер 2. От друзей, читателей, социальных партнеров, коллег. Цветы и, конечно, подарки. Так, детский писатель Олег Бундур пополнил книжный фонд учреждения своими новыми книгами. Чиновники выразили надежду на то, что в будущем работа по реконструкции городских библиотек будет продолжена. Презентация проекта «Юные инженеры Арктики. Строим будущее вместе» состоится 20 сентября на базе средней школы номер 10. В течение всего дня в учреждении будут работать различные площадки. Так, обучающие ЦРТДЮ продемонстрируют своих действующих роботов, собранных из конструкторов «Лего». Специалисты центра «Вего» представят работу творческого объединения авиамоделирования, а также проведут интерактивное занятие автомобилей. Презентационные площадки будут работать и на базе других учреждений партнеров образовательной недели. В Кандалакшском индустриальном колледже учащиеся восьмых классов смогут познакомиться с требованиями к рабочим профессиям на мастер-классе по компетенции «Мастер ЖКХ». Девятиклассники, определяя свой профессиональный маршрут, встретятся с представителями инженерной профессии и пройдут тестирование «Могу ли я быть инженером?». Во второй школе будет работать муниципальная лаборатория по физике. Для самых юных участников проекта в детском саду номер 48 пройдет фестиваль по лего-конструированию «Строим город Легоград». Важным событием образовательной недели станет региональный этап всероссийского слета юных экологов. Он пройдет в нашем городе в период с 21 по 23 сентября. Ну а завершится вторая муниципальная образовательная неделя участием школьников в 39 турнире имени Ломоносова. В минувшие выходные жители нашего города смогли принять участие сразу в двух социально значимых акциях – «Всемирном дне подтягиваний» и «Добропочта». Эти площадки работали у гостиницы «Сполохи». В это же время на стадионе «Локомотив» проходил футбольный матч в рамках чемпионата Мурманской области. Футбольный клуб «Кандалакша» принимал на своем поле кировский «Апатит». Кандалакшане не оставили ни единого шанса соперникам. В ворота «Апатита» прилетело шесть безответных голов, авторами которых стали Сергей Гук, Эдгар Йенин, Денис Володин, Алексей Усачев и Денис Зубов. 6-0 и футбольный клуб «Кандалакша» уверенно закрепился в турнирной таблице областного чемпионата. На сегодняшний день в активе нашей команды 31 очко. Теперь задача удержать занятые позиции. Впереди у ИФК «Кандалакша» три самых сложных и интересных матча. 17 сентября в Мурманске наши ребята сразятся с «Динамой ГПС». 24-го состоится домашний матч с «Химиком» из «Апатитов». Ну а 1 октября снова в Мурманске. Футбольный клуб «Кандалакша» сыграет с командой «Север-М». В этих матчах и будет решаться судьба призовых мест в чемпионате Мурманской области 2016 года. Тот, кто честен, добр и смел, тот и есть волшебник. Частичку своего тепла и душевности в эти выходные в «Кандалакшане» дарили совершенно незнакомым людям. За время проведения субботней акции «Добропочта» наши земляки написали более 40 посланий детям из малообеспеченных семей и одиноким людям. Яркие рисунки, искренние пожелания и слова поддержки уже спешат к адресатам. «Кандалакшане» побили прошлогодний рекорд по подтягиваниям. По информации организаторов, акции «Всемирный день подтягиваний» в минувшую субботу помериться силами на турнике пришло 78 жителей нашего города. Все вместе они подтянулись 903 раза. Это на 70 подтягиваний больше, чем в прошлом году. На этом наш выпуск подошел к завершению. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго и до встречи.